Всем привет, с вами Dex, и вы на канале Gadgets4U. Сегодня мы продолжаем проводить тесты нашей ненаглядной 3070. И первое, что мы будем тестировать, это GTA 5. Да, игрушка уже старая, но довольно популярная. Как вы видите, мы всё ставим на максимум. Погнали! И да, это разрешение экрана будет Full HD. Первое, что бросается в глаза, это счётчик FPS. С первого взгляда он радует своими 180 кадрами. Но резкое открытие ворот, стрельба, движение ГГ понижает его до 25 кадров. Потому, что это видеоролик, встроенный в игру. К сожалению, таких роликов много в игре. По видеокарте можно сказать так же. Она не может отдаться на полную этой игре, потому что знает себе цену. Загруженность видеокарты постоянно скачет. Температура держится около 58 до 65 градусов. Это означает одно, что игра плохо оптимизирована для данной видеокарты. Но вот в разрешении 2К меня удивило, что игра стала намного плавнее и без просадок. FPS 140 в среднем. На поле сражения FPS снижается до 120-138 кадров в секунду. А видеокарта работает практически на максимум. Бывают просадки по работе карты, но это не страшно. Играть так же можно. Далее у нас идет Battlefield 1. Все ставим на ультра и запускаем. Как вы видите, счетчик FPS выдает 200-180 кадров. При взрывах и активных действиях опускается до 150. До тех пор, пока 30-70 не разогревается. Далее 150 кадров можно увидеть реже. А так стабильно 180. Видеокарта загружается на 80-90%. В общем стабильно. Температура 65 градусов тоже устойчивая. В 2К уже не все так просто. Игра выдает 50-60 кадров. Видеокарта работает на 99%. Более высокого нагрева не наблюдается. Играть при таких условиях можно. Просадок и фризов не обнаружено. Интересно, что же будет с нашей 30-70 в 4К разрешение? Ставь лайк, если хочешь узнать. Может сразу дать планку? А то как мы узнаем, что интересно. Набираем 1К и погнали. Переходим к следующей игре. Tom Clancy's Rainbow Sixth Sight. Также выкручиваем все на максимум. При запуске игры сразу видны отличные показатели FPS. 200 кадров. При ведении боя немного падает до 170-180 кадров. Также и на больших картах. Но ничего страшного в этом нету. В таких местах FPS достигает максимум 220 кадров в секунду. Карточка работает стабильно. Загружена почти на максимум. А температура стабильна 64 градуса. С разрешением Full HD 3070 ведет себя шикарно. Отличные показатели также появляются с разрешением в АК 115-130 кадров в секунду. Видеокарта также работает на максимум. Вполне играбельна. На очереди у нас идет Dungeons 3. Эта стратегия раздавалась бесплатно в Epic Games. Как всегда, все на высоке. Запись идет в Full HD. 2К, к сожалению, нам не удалось записать. FPS устойчив. 150-140 кадров. Но видеокарта выдает себя не на максимум. Возможно, игра не оптимизирована по 30-70. Так как игрушка уже не новая. 2017 год. Это дает о себе знать. Говорить тут больше нечего. Двигаемся дальше. Что ж, пора бы нам и протестировать кибердисциплинные игры. Начнем мы с CS GO. Как обычно, все на ультра. На ваших экранах видно, что счетчик FPS зашкаливает до 300 кадров. При смертях опускается до 250. Это хорошие показатели для киберспортивной игры. В 2К практически никаких изменений нет. Напоследок у нас остался Fortnite. По традиции, все уже стоит на ультра. Но в отличие от предыдущего теста, тут отключена трассировка лучей. Если хотите увидеть тесты Fortnite с трассировкой, то смотрите предыдущие видео про Asus 3070 Dual. Сначала мы проверим Full HD. При падении на землю 180-160 кадров в секунду. На поле боя не лучше. Значением в среднем 160. По видеокарте тоже видно, что она не загружена на максимум. Цифры скачут от 75 до 90 в среднем. Все как всегда играбельно. Что же можно сказать насчет 2К? То FPS тут ниже 130-145 в среднем. Но это никак не мешает наслаждаться игрой. Видеокарта здесь ведет себя на полную мощность. ЦП нагревается до 69 градусов. Неплохо Fortnite нагнул систему жидкого охлаждения Karen M22. А с вами был Dex. Подписывайся на канал, ставь лайки и жди следующего видео. Всего теплого! ПОПИСЫВАЕТ 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 ПОПИС